Итак, приступаем! Сегодня наш рецепт это панир тика великолепное индийское блюдо жареный сыр казалось бы, зачем нам в нашем климате сыр да еще и жареный но попробуйте, это великолепная закуска в которой, в общем-то, приятно попробовать теплым летним вечером подается эта закуска тоже в теплом виде вот сейчас я на ваших глазах измельчаю грин чили жгучий чили перчик зеленый чили обладает особым ароматом он не такой жгучий, как красный и тем не менее обладает великолепными вкусовыми качествами перчик готов здесь у нас приготовлен йогурт в котором мы будем делать маринад значит, чили можно уже отправлять сюда теперь кинза кориандр зеленый кориандр листья индусы очень любят именно лист кориандра а вот тайцы в тайских рецептах вы почти везде найдете что в ход идет корешок кориандра вот он такой маленький здесь даже не всегда возможно найти кориандр с большим корнем но сегодня мы готовим индийское блюдо и поэтому нам понадобится именно листья кориандра так, что еще? чеснок чеснок мы измельчим просто давилкой в рецепте написано, что вы делаете пасту ну конечно, если делать все тщательно то нужно сделать пасту имбирную и чесночную отдельно но если вы торопитесь и вот уже ужин через полчасика тогда вы упрощаете рецепт и он будет ничуть не хуже так, чеснок уже здесь грин чили здесь кориандр здесь все это чисто вымыто особенно кориандр который выращивается на песчаной почве и поэтому его очень надо тщательно промывать но здесь уже у нас с вами все чисто вымыто и подготовлено заранее вот он готов чеснок уже здесь дальше мы по рецепту должны добавить сюда имбирь ну вот сейчас как раз тот вариант когда у меня не оказалось имбиря корня но есть порошок вот имбирный порошок я добавлю его где-то вот неполную неполную чайную ложку если вы пробуете в первый раз этот рецепт добавайте чуть-чуть и наконец жгучий перец жгучий красный чили ну вот это на большого любителя тут надо быть осторожным я добавлю одну чайную ложку хотя в рецепте это две ложки ну вот наш маринад мы перемешиваем все это хорошенько в Индии очень любят использовать йогурт в разных видах он обладает охлаждающим эффектом в летнюю жару вот я уже положила порезанный заранее адыгейский сыр теперь тщательно в маринаде это перемешаем кстати, вот в рецепте указан 1 кг сыра здесь у меня меньше примерно 300 г здесь уже каждый рассчитывает под себя сколько будет гостей или сколько человек придет к ужину вот все вот что мы получили теперь эту смесь надо спокойненько поставить в холодильник на 2 часа а через 2 часа должен быть готов гриль либо микроволновка обязательно чуть-чуть посолите маринад ну и гарам масала это обязательная вещь ну вот прошло 2 часа и вы сделали на гриле это великолепное блюдо всего 10 минут на среднем жару или в микроволновке и ваша закуска готова причем она будет хороша и к праздничному столу и просто порадует вашего мужа великолепным сюрпризом к ужину приятного аппетита готовьте вместе с нами